Всем привет! Сегодня гуляла по своему саду и обнаружила вот такую вот вещь. Угадайте, кто это сделал? Никогда не догадаетесь. Я бы и сама не догадалась, если бы не увидела только что, как здесь мой кот, который даже не мой домашний, а он прибился к нам, и, скажем так, подкармливаю уже, выгнать его практически невозможно, поэтому живет он у себя здесь уже как дома у нас во дворе, периодически от меня бегает. И вот стоит этот котяра и точит свои когти об мою черешеньку. Черешенька у меня вот такая небольшая, посадила я ее в том году весной, поздней-поздней весной. И вот этот гаденыш у меня взял и всю испортил кору. Вот еще одна котяра, которая прибилась. И даже не знаю, что мне здесь и делать. Полностью потрепанная вся кора. Представляете, насколько он ее... Вот гата. Надо, короче, думать, кумекать, что делать. Наверное, надо будет сейчас замазать садовым варом и замотать чем-нибудь. Кто знает, как отвазить котов от того, чтобы они не портили молодые деревья. Ну-ка, мне советик, пожалуйста, в комментариях. Есть еще одна черешенька, которая немножко побольше. Вот она. Но на ней он не точит когти. Кора целая. И он здесь, короче, ничего не навредил. А вот эту, конечно, потрепал основательно. Она и так бедная. Проживалась еле-еле. Я ее купила на базаре у бабки. Уже такой дохленькой. Видно, уже никто не хотел покупать. Была поздняя. Уже даже начало лета было. И она такая уже была. Эта черешенька такая. Никакая. Я, в общем, ее пожалела и забрала себе. Проживалась она тоже тяжеловато. А тут еще и... Короче, мало мне в огороде было зайцев, которые просто струщили все, что можно было у меня струщить. И пришлось заново восстанавливать мой маленький сад. Так еще вот этот вредитель у меня появился. В общем, у кого есть какие советы, пишите в комментариях, как отвадить вот этих домашних питомцев от того, чтобы они точили на молодых деревьях свои когти. Потому что у меня такое состояние сейчас, что мне хочется эти когти ему просто поотревать. С чем-нибудь еще ненужным. Ну, а пока всем до встречи.